39 дней. Именно на такой срок, ориентировочно с 8 октября, планируют перекрыть движение по одной из оживленных городских улиц – Полевой. Движение полностью ограничат на перекрестке с улицы Самарской. Это вынужденная мера в связи со строительством новой станции метро «Театральная». Жителям города придется выбирать маршрут, минуя перекресток в границах улиц Полевой, Новосадовой, Самарской. На совещании в администрации города рассказали, что в этой локации специалисты будут переносить все инженерные коммуникации, проходящие в зоне строительства метрополитена – водовод, ливневые канализации, кабельные сети. В районе перекрестка сейчас заканчивается тоннель метро, и здесь же будет его продолжение. В дальнейшем метростроители будут продвигаться в сторону улиц Галактионовской и Красноармейской, где идут основные работы. И без ограничений, которые пройдут в два этапа, сделать это будет невозможно. До 8 октября у нас в понедельник должны появиться везде аншлаги, везде должны расставить в рамках той утвержденной схемы, которая сегодня должна быть и завтра согласована с обл.ГАИ в данной конкретной ситуации, поставить все знаки, везде поставить аншлаги для того, чтобы жители хотя неделю точно ездили, привыкали и видели, выбирали путь движения. То, что мера необходимая, понимают и самарцы. Главное, чтобы строительство шло в срок и успешно закончилось. Ведь цель масштабная – завершение строительства первой ветки самарского метро и ввод в эксплуатацию новой станции, которая поможет жителям отдаленных районов быстрее добираться до исторического центра города. Интервал движения поездов в подземке сократится с нынешних 12-15 минут до 5-8. Перекрытие улицы Полевой больше, чем на месяц – это недолго. Самое главное, чтобы вовремя закончили работы по строительству метро. В администрации уже проработали схему движения и общественного транспорта в объезд перекрестка, где вводят ограничения. Подробности станут известны 3 октября. К старту действия ограничений движения скорректируют и работу светофоров. Такую регулировку предусмотрели на перекрестках улиц Осипенко-Новосадовая, Первомайская-Новосадовая, Молодогвардейская-Полевая, Волжский проспект-Осипенко, Молодогвардейская-Первомайская, Осипенко-Проспект-Ленина и многих других. Дополнительный светофор будет на пересечении Невской и Новосадовой. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.